Оказывается, я счастливчик. В эпоху скальперов и перекупов у меня появились дома консоли. И я хочу о них рассказать. Для чего я вообще это делаю? Не для хайпа, как вы поняли, хайп уже на спаде, просто у меня никогда не было современных консолей на старте. И мне приходилось довольствоваться новостями, смотреть как другие испытывают радость или грусть, пропускать кучу обсуждений и споров, понимать, что ключевые игры поколения проходят мимо меня, так же как и понимание того, кто такие консольщики. А раз уж я рассказываю о видеоиграх, мне это как бы важно. Без консолей я жил грустно, поэтому для меня это и будущее видео о консолях – возможность отследить и записать свои наблюдения о жизненном цикле приставок и как он вообще протекает. Мне это интересно и, надеюсь, будет интересно вам. И сразу скажу, я покупал консоли за свои деньги, а то я знаю, что вас приучили везде видеть рекламу, не волнуйтесь, реклама будет позже. Я попользовался консолями уже пару недель, пока больше Xbox, потому что он пришел ко мне первым и хочу поделиться, как это все работает, куда Microsoft двигается, будет ли на Xbox Steam, какую бомбу готовит для нас Фил Спенсер и во что можно поиграть в новом поколении. Новое поколение – значит новые впечатления. После терафлопсов никто не останется прежним. Знакомые игры меняются до неузнаваемости и предлагают новый уровень графической роскоши. Попробуй запустить улучшенную версию Borderlands 3 под Xbox Series X и PlayStation 5 в 60 FPS и 4K разрешении, и ты поймешь, что еще никогда не видел такого красивого хаоса. Бесплатное обновление для всех обладателей Borderlands 3 не только улучшит графику, но и позволит играть на вашей консоли с друзьями в режиме разделенного экрана, и не стоит бояться за потерянное снаряжение и опыт. Ваши сохранения можно перенести на консоли нового поколения и продолжить свои приключения в обновленном виде. Тем более вас ждет новая DLC с режимом Грабь-убивай, где вас выпускают в опасную, постоянно меняющуюся зону совсем без оружия и способностей. А значит всем будет одинаково сложно, как новичкам, так и матерым искателям хранилищ. Вам предстоит с риском для жизни добыть лучшее снаряжение и отнести его в точку эвакуации, пока вас не стерло с лица планеты надвигающейся буря. И придется экипироваться как следует, ведь чтобы добыть легендарные пушки, вам сначала предстоит встретиться с тяжеловесным Харкером. Так что переходи по моей ссылке в описании и опробуй обновленную версию Borderlands 3 на новом поколении консолей. Познай величие 4К и 60 фпс. Ну а теперь пристегивайтесь, с вами был Джать, начинаем хронику 9-го поколения. Ну вот он, Xbox Series X. Вы видите эту проблему? Давайте поближе, видите? Эта коробка не впечатляет. Извините за тавтологию, но доставать коробку из коробки гораздо волнительнее, чем пользоваться ею. Упаковано было все просто, превосходно и интересно. Коробочку, как вы и просили, мы, конечно же, разыграем. Но вот ты все достал, подключил, и она опять извозюкалась. Господи, люди, страдающие ОКР, будут проводить за Xbox больше времени точно. Смотришь на этот монолит, и в нем ничего не внушает пафос нового поколения. Типичный простой параллепипед без сложных элементов. Единственной интересной стороной консоли можно пугать трипофобов, и многие почему-то решили, что из отверстий будет литься зеленое свечение, не льется. И это некоторых расстроило, так же, как меня расстраивают мои пальцы, опять откуда-то взявшиеся на Xbox. Как я понял, протянуть подсветку внутрь корпуса довольно легко, и многие уже кастомят свои сексы. Так что с этим проблем особых нет. И возможно, подсветку добавят в новых версиях консоли, чем черт не шутит, но, как по мне, родное решение в виде зеленой пластины выглядит намного интереснее. Она создает оптическую иллюзию, когда подходишь к консоли, делает глазу приятно своими перетеканиями. Есть подозрение, что в игровом отделе Microsoft специально создавали такой простой и незамысловатый внешний вид Xbox Series X, чтобы подчеркнуть нынешний девиз компании. Главное — игры. И если это действительно так, то дизайнеры в Microsoft не зря кушают свой хлеб. Xbox получился хоть и простым, но можно сказать — таинственным. Он вроде не впечатляет, но вызывает неподдельный интерес. Хочется узнать, что скрывается за этой внешней простотой и минимализмом, а также откуда здесь снова мои отпечатки, да блин. А спустя пару секунд после запуска, консоль с мастерством Solid Snake'а сливается с любым окружением, и ты про неё полностью забываешь. И мне это по душе. Xbox выглядит сурово, крепко и всем своим видом говорит. Мужик, давай без понтов. Налей-ка мне светлого нефильтрушечку и давай уже садись. Я здесь, чтобы запускать игры и показывать тебе 4К. Как видишь, игру я уже запустил. А чувство нового поколения где? Первое впечатление от Xbox Series X крайне невнятное. Консоль вроде бы новая, но ощущение, что ты всё это уже трогал и видел, не отпускает. К слову, у PS5 схожая проблема, но с ощущением новизны там всё-таки намного лучше. Проблема этих консолей не в маркетинге, начинке или играх, а в самом девятом поколении консолей. Вот когда-то это была самая фотореалистичная игра в мире, а потом бум! 3D-акселераторы разносят твои мозги по стенам, ты видишь объём, появляются твои первые сексуальные фантазии, ты видишь пространство, не понимаешь, где заканчивается реальность и начинается игра. И только ты к этому привык? Ещё более 3D-шное 3D и более объёмный объём. Но уже точно ничего реалистичного этого не будет? Нет, будет. 3D начинают делать красивым. Постановка, синематики, игровое кино. Но теперь у тебя появился выбор из целого списка вайфу, и ты смотришь на игры восьмого поколения, и понимаешь, какой огромный путь прошли игры от этого до этого, да даже от этого до этого. А девятое поколение, ну, стало плавнее. Привезли ведёрко фпс. Раньше получить новые эмоции было проще. Разница между этим God of War и этим God of War очевидна. Да даже разница между Killzone 3 и Killzone Shadow Fall видна сразу, хотя между этими играми прошло всего 2 года. А теперь угадайте, где вот здесь видео в 1080p, а какое в 4K? Правильно, оба этих футажа 720p. Я более чем уверен, что через пару-тройку лет придумают что-нибудь новое, и мощности консоли будут использоваться на полную катушку. Но сейчас трепет нового поколения просто отсутствует. И очевидно, что Sony и Microsoft эту проблему прекрасно осознают, и им предстоит её решать нестандартными методами, потому что новый уровень графики перестаёт быть универсальным двигателем продаж. Sony уже навострила лыжи в ту сторону, но об этом мы поговорим в отдельном видео PlayStation 5. А вот насчёт Xbox... Я не совсем понимаю, что на данный момент должно сработать на покупателя. С дизайном мы разобрались. Он стильный, простой и не более того. Контроллер, за исключением знаменитого персикового покрытия на курках и ногах, и щёлкающей крестовины остался точно таким же. Новых продающих эксклюзивов на Xbox нет совсем. И за этот нонсенс виновна вот эта милая личика. Даже от главного меню можно агрессивно вскрикнуть в виде это знакомое нагромождение плиточек. Чтобы тебе что-то задело за душу, приходится копаться. А копаться есть в чём. С одной стороны, плиточное нагромождение сначала отталкивает, но на деле всё удобнее, чем кажется. Нужны тебе элементы вроде геймпасса, магазина, загружаемых и недавно запущенных игр прямо у тебя перед глазами. Разобраться во всех вкладках не составляет труда. Тем более, ты можешь кастомить меню в принципе как захочешь, а этот качественный скачок от бесноватого меню Xbox One, конечно, радует. Следующее, что вам нужно сделать, это оформить Ultimate подписку, потому что зачем вам другие, и смотреть, что там тебе Xbox предлагает. Собственно, самое интересное, это геймпасс. Простонародье игровой Netflix. Геймпасс даёт тебе доступ сразу к сотне игр, которые ты можешь тут же установить и играть. И снова двоякие впечатления. Как будто ты купил диск 100 игр в одном, но, как это обычно бывает, интересует тебя максимум 3 игры из этого списка. Но вообще, это великолепнейший бонус для обладателей бокса. Потому что все игры от Microsoft у тебя на блюдечке. Forza, Gears, все Halo, Minecraft, и они просто ждут, когда ты их установишь. Огромный список от Electronic Arts тоже цепляет глаз. Тут даже есть великая Paggle 2, так что консоль полностью окупилась вот только что. Куча инди и других проектов, до которых не дотянулись руки, так и просятся занять место на жестком диске. И, как я понял, все игры в геймпассе, даже абсолютное старьё, получают HDR и повышенное разрешение. Плюс, на серии SX есть полная обратная совместимость с играми прошлых поколений. Даже если у вас, как и у меня, не было раньше боксов, можно просто зайти в отдельный раздел в магазине, и за 5-7 долларов купить многими желанный Darkness, или первый Red Dead Redemption, или Fable 2, и спокойно играть. То есть, библиотека игр на Xbox огромная. Тут геймпасс, сотни игр, ещё 100 игр по обратке, и, конечно же, стандартный набор из игр предыдущего и нынешнего поколения. Проблемы, во что поиграть на Xbox, просто не может существовать. Если бы Microsoft удосужилась выпустить на старте консоли пару новых эксклюзивов, то я бы уверенно сказал, что Xbox пока опережает PS5. Но опять же, запустить кукурузи с Forza или даже внезапно Bart's Tales на большом телевизоре, это безусловно приятнейший и удобный опыт, который тебе ни один компьютер не организует. Но ощущение, что ты всё это видел, ничего нового на консоли нет, не отпускает. На этом моменте ты начинаешь подозревать, что купил не консоль, а персональный компьютер, и с каждой секунды убеждаешься в этом всё больше. И, как ни странно об этом говорить, но ПК кое в чём Xbox немного проигрывает. Играть в формате тевтеля на диване это очевиднейший плюс, но теперь, если у вас стоит 4К телевизор, пересадить вас обратно за монитор компьютера будет трудновато. Свой телевизор я купил пару лет назад как маркетинговая в хоро. Мне сказали, что 4К это классно, я согласился, хоть и знал, что цифровой контент буду потреблять в 1080p. На меня все эти рекламные цифры с миллионом пикселей на миллиметр работают. Но только сейчас, спустя пару лет после покупки телевизора, я понял, что мои 4К не использовались в принципе. И запустив обычный Assassin's Creed Valhalla, я увидел, на что оказывается способен мой телек. Я-то всё это время думал, что у меня испортилось зрение, а на самом деле PS4 на моём телеке показывало мыло. А теперь я вижу сочные белые горы, великолепные пейзажи, глубокие тени, ну и это всё на огромном телевизоре. Не то чтобы мой компьютер не способен выводить такую же красивую картинку, но всё же на телеке всё это великолепие радует в разы больше. Тем более вся эта красота появляется у тебя перед глазами сразу. Иксбокс нереально быстрый. Та же Valhalla и Forza на боксе запускаются за секунды, в то время как на компе нужно ждать минуту-полторы. Вроде бы ничего критичного, но после бокса любая игра, запускающаяся дольше 15 секунд, вызывает удивление. И предвосхищая вопрос, вот конфиги моего ПК. Полагаю, что в скорости бокса виноваты те самые SSD и мистические террафлопсы. Сейчас-то наконец-таки узнаем, что это за фигня такая. Террафлопсы — это единица, которая измеряет, сколько операций может выполнять ваше устройство в секунду. Один террафлопс означает 1 триллион операций в секунду, а в боксе этих террафлопсов 12. Читайте сами. Собственно, как я полагаю, а полагаться в таких случаях на меня нельзя, потому что в железках я полный ноль, из-за этих террафлопсов игры работают плавнее и стабильней. Та же Вальгала прекрасно скачет в 60 фпс с незначительными просадками. И если один раз попробовать 60 фпс на телеке, то 30 фпс, пусть даже с незначительно графунистой картинкой, будут резать глаза. К ним вы возвращаться не захотите. И мне страшно подумать, что будет, если появятся игры, которые будут поддерживать 120 фпс, как это написано на коробке, между прочим. 120 фпс это явно будет какая-то нишевая история для каких-нибудь инди-игр. Так что не ждите, что в каждой игре будет 120 фпс. Это даже как-то звучит нереалистично. Но если вдруг эти 120 фпс вольются ко мне в глаза, я вам тут же об этом сообщу. И конечно же, прямо сейчас у многих назрел вопрос, а если долго играть в ту же Вальгалу, или в еще более графонистую игру, то можно ли в Xbox сварить пельмени? К сожалению, я не рекомендую вам этого делать. Вы их тупо не засунете, потому что в дырочки в корпусе не влезает даже мой мизинец. А это самая маленькая часть моего тела, между прочим. Но даже если вы постараетесь и пропихнете пельмени в корпус, то у вас возникнет сразу несколько проблем. Во-первых, вы не поймете, когда пельмени сварятся, поскольку я не знаю, что нужно сделать, чтобы Xbox зашумел. Он настолько тихий, что услышать его можно, разве что прислонившись к корпусу. Во-вторых, пельмени будут вариться нереально долго, потому что Xbox может и нагреваться спустя несколько часов игры. Но кроме как комфортно-тепло, я эту температуру назвать не могу. До верхних значений я не разгонял, да и оборудования для замеров у меня нет, но множество людей уже выяснили, что на пике температура Xbox Series X не достигает отметки камина и прочих грилей. Она даже меньше, чем у PlayStation 4, и я этим показателям верю. Вполне вероятно, что к концу поколения на моем Xbox можно будет жарить стейки и слышать, как он гудит. Я думаю, это происходит с любым устройством, которое ты долго используешь. Но сейчас варить пельмени в Xbox я настоятельно не рекомендую. Вычищать замучаетесь. В общем-то, играть на телеке через бокс в игры, которые есть на ПК, внезапно стало комфортнее, чем на ПК. Xbox быстрый, бесшумный, незаметный и удобный. И некоторые, конечно, сейчас предложат охренительнейшую идею подключить компьютер к телевизору. Ну давайте, тащите вот эту бандуру к телеку, трахайтесь с проводами, вот этими вот геймпадами, я посмотрю. Успехов! Так что, если я раньше проходил новые игры только на компе, то теперь, полагаю, буду думать, а не взять ли мне новинку на консоль. Единственное, что меня может остановить, это цены. Они, во-первых, по консольному большие, во-вторых, на боксе они почему-то в долларах, а у меня это вызывает смущение. Смотришь такой на Обливион за 2,5 доллара и думаешь, что спишется чуть меньше 200 рублей, а списалось чуть больше. Не критично, конечно, но психологически неприятно. Из всего вышесказанного можно решить, что Xbox отличная платформа для видеоигр, которую вы будете часто использовать, что на самом деле так и есть. Но зачем вам покупать Xbox, если у вас есть ПК, или изгибы PlayStation 5 с ее эксклюзивами вас возбуждают? Количество игр это, конечно, классно, Но где уникальность покупки? В чем заключается этот особый путь, который выбрали Microsoft и Фил Спенсер? И вот тут мы подбираемся к самому интересному. Xbox как консоль изначально не обладал какой-либо философией и надобностью. Если у Sony с PlayStation 1 была революционная идея, принципиальная злоба на Nintendo, то Microsoft родила Xbox из денежного мешка, просто потому что могла. Она посмотрела на успехи раздувания игрового рынка и решила просто запрыгнуть на поезд, пока не поздно. А успешным будет Xbox, неуспешным будет Xbox, это уже было совсем не важно. Ну сами подумайте, чем известно Microsoft? Виндой, софтом и облачными технологиями возможно. Игровое направление для Microsoft это далеко не самая прибыльная структура. Даже если посмотреть финансовые отчеты, то Xbox всегда в самом конце списка. У него даже отдельной категории нет. Он ютится в строчке More Personal Computer вместе с поисковыми системами и прочими разработками. И приносит Microsoft около 5-7% от всей прибыли. Это мало. Для сравнения, игровое направление для Sony основное. Оно приносит около 30% прибыли и стоит на первом месте по доходу. То есть можно сделать вывод, что Microsoft в принципе может полностью избавиться от игрового направления, что она когда-то и хотела сделать. И это не причинит ей огромного вреда. Тем более, что большинство ПК игроков по всему миру используют Windows. Казино всегда в выигрыше. И благодаря этой информации становится понятнее, от чего там вообще Фил Спенсер своими странными заявлениями хочет добиться. Напомню, что Фил открыто заявляет, что не верит ни в какие поколения для консолей, что игры должны быть доступны для всех в том виде и на тех платформах, которые удобны игрокам, и что они создают экосистему Xbox. То есть, по сути, Фил вывел Xbox из классической консольной гонки, выбрав принципиально новое направление развития. Помните, я говорил про ощущение, что новый Xbox это ПК для игр? Это утверждение рабочее. И более того, новый Xbox больше похож на... Steam Machine. Помните эту непонятную штуку, которую хотел продвинуть Гейб Ньюилл, но которая никому не оказалась нужна? Теперь Xbox это Steam Machine. Хочешь играть за ПК? Играй за ПК. Хочешь продолжить свою игру на телевизоре? Садись за телевизор и продолжай играть с того момента, где Тесса навился на ПК. Steam Machine не покупали, потому что в то время у телевизоров стояли более понятные и удобные Xbox или PlayStation. А теперь сам Xbox делает то, что не удалось Гейбу. С таким решением, Фил Спенсер может делать безумные вещи. Продавать бесконечное количество версий Xbox, обновляя его чуть ли не каждый год, как это делает Apple со своими телефонами, и выпускать консоли для всех ценовых категорий. Уже сейчас доступны Xbox Series X, самая мощная и дорогая консоль от Microsoft, и Xbox Series S, с тем же функционалом, со слабым железом без 4К разрешения, но более дешевая по деньгам. Если смотрели мое видео по итогам 8-го поколения, то вы знаете, что Фил уже проворачивал такую схему с Xbox One, выпустив сразу три консоли. Стандартную, дешевую и самую мощную. И в этом поколении ему ничего не мешает обновлять железо раз в пару лет, выпускать более мощные консоли или наоборот более дешевые. Это всего лишь возможное будущее, никаких конкретных заявлений не поступало. Если это все-таки случится, то как к этому отнесутся игроки, конечно, непонятно. Но здесь есть логическое зерно. Учитывая, что Фил сейчас активно продвигает и разрабатывает облачные технологии в виде X-Cloud, его задумка может сработать. То есть вы играете на телефоне в Gears 5, а через минуту решили, что хотите продолжить играть на ПК, а потом решили, что все-таки лучше на консоли перед телеком. И вы можете это сделать, как хотите, в каком угодно порядке и на каком угодно устройстве, которое позволяет ваши деньги. Теоретически, экосистема Xbox рабочая. Более того, таким способом Фил делает бесполезный Microsoft Store на компьютерах чуть менее бесполезным. Если обобщить все, то Фил хочет, чтобы вы купили Xbox и получили игры на всех платформах, которые у вас есть дома. Ну, кроме PlayStation, конечно. Но как же Фил добьется того, чтобы Xbox появился в каждом доме? Ну, у Спенсера есть то, чего нет у Sony. Деньги Microsoft. Мы уже поняли, что Microsoft может купить любую студию на Земле за любые деньги. Bethesda купили почти за 8 миллиардов долларов. Это сумма, если что, операционная прибыль Sony за год. И если вот так все будет продолжаться, то на аргумент Sony боев «А можете ли вы на боксе поиграть в God of War?» Билли Бои смогут спокойно отвечать. А во что кроме God of War можно играть на PlayStation? Да, на Xbox не будет эксклюзивов, все будет выходить и на ПК. Но! Сейчас игра на консолях стоит от 5000 рублей больше. И покупая игру от Sony, вы получаете игру только на PlayStation. А покупая игру от Microsoft, вы получаете игру не только на консоль, но и на ПК, а в будущем и на телефоны. Это выгодней. А просмотрев список студий, которые уже купила Microsoft, можно понять, что на боксе будет что купить. Но тут есть небольшая загвоздка, которая портит весь этот праздник. Фил Спенсер всячески избегает прямого ответа, будут ли игры от Microsoft выходить на PlayStation. Ведь его философия «Игры для всех» на любой удобной платформе, которые захотят игроки. Казалось бы, какого фига? Конечно же, они не будут выходить на PlayStation. Microsoft и Sony конкуренты. Но Minecraft до сих пор существует на PlayStation, Сыноя Сакрифайс существует на PlayStation, Wasteland 3 существует на PlayStation, хотя эта игра вышла недавно, а студию разработчика Microsoft купила два года назад. Вот и непонятно, как это будет. Новые игры серии Halo и Gears только на боксе, но все остальное выйдет и на PlayStation 5? Или, возможно, игры студии Microsoft, вышедшие на PlayStation 5, это последние остатки, выпущенные по договоренностям до покупки этих студий? Или будет какая-то временная эксклюзивность, потому что поверить, что тот Говард не выпустит свой новый Skyrim на PlayStation, просто невозможно? Или же все-таки Microsoft будет делать игры только для бокса, ПК и Свитча, но обходить PlayStation 5, что звучит логично? Или же все новые игры, как Psychonav 2, будут выходить на PlayStation, но на боксе они будут включены в Game Pass, и за них не нужно будет платить? Вообще непонятно. Официальной позиции на этот счет нет и вряд ли мы в ближайшее время ее услышим, так что приходится гадать и собирать слухи. А слухи насчет Xbox такие, что прям... Ой... Акцентирую. Слухи. Если ты веришь слухам в игровой индустрии, перестань сейчас же. Слухи, это отвратительно, это недостоверная информация, не подкрепленная официальными источниками. Это слухи. Не точно, неправда, домыслы, то, что ты услышишь дальше, фантазии, не подкрепленные ничем, кроме воображения таинственных источников. Но не рассказать о них я не могу. Эти слухи, судя по комментариям, вас волнуют. По полугодичной информации итальянского издания Game Experience со ссылкой на внутреннего источника, на Xbox должен был появиться так называемый Windows Mod. Отдельное окно или даже система с ограниченным функционалом. То есть, была вероятность, что на консоли запускались бы некоторые ПК-приложения, в частности, игры с Microsoft Store, доступные только для ПК. Этот слух появился еще в январе этого года и, как понимаете, на запуске никакого в Windows Mod нет. Но информацию о нем все еще культивируют и многие надеются, что она станет правдой. Вообще, есть множество причин этому слуху не верить, потому что какая еще отдельная система с Windows Mod? Если бы Microsoft хотели, уже вы полноценную версию втюхали. А отсутствие полноценного Windows на Xbox обосновано. Microsoft хочет защитить свою консоль от читеров и пиратов. Да и вообще, сама архитектура консоли создана так, что полноценный Windows просто физически не может на ней работать. Поэтому Windows Mod это такая байка, в которую многие очень хотят верить. Ведь если бы это случилось, то возможно, на Xbox можно было бы запускать Steam. Ох, если бы Фил провернул такое, то он бы разорвал ядерную бомбу у нас под ногами. И вот если надежды на Windows Mod немного, то вот сделка со Steam вполне может когда-нибудь случиться. Маловероятно, маловероятно, конечно, но почва для этого идеальная. Во-первых, Фил сделал Steam машин, которые не смог сделать Гейб. Во-вторых, между Филом и Гейбом очень теплые отношения. Фил частенько посещал Valve, а Гейб назвал лучшей консолью этого поколения Xbox Series X. Еще в 2011 году Гейб хотел запустить Steam на Xbox 360, если бы Microsoft посодействовала. Сам Габен заявил, что он никак не связан с платформодержателями и нацелен развивать лишь ПК-гейминг и Steam. А тут как бы Фил говорит про ПК и игры для всех. Ну и самый главный аргумент Билли Боев насчет того, что скоро случится коллаборация между Microsoft и Valve мобильное приложение Компаньон для Xbox, которое позволяет связать консоль с аккаунтом в Steam, чтобы вы видели ваших друзей онлайн. Аргумент, понятное дело, такой себе. Но верить в сотрудничество Microsoft и Valve ну очень уж хочется. Тем более, все возможности есть, деньги есть, да и две компании теперь движутся в примерно одном направлении. Но это все слухи. Верить слухам гиблое дело, не верьте им. Надеетесь, но не верьте. Давайте подведем итог. Xbox отличная консоль. На ней шикарная библиотека игр. Она даже удобнее в каких-то аспектах, чем PlayStation 5 и ПК. Но будущее этой консоли абсолютно туманно. Xbox не вызывает доверия у покупателя и я понимаю почему. Ощутить Next Gen на Xbox пока невозможно. Новых игр, заточенных под все мощности террафлопсов, пока нет. Понять, зачем тебе нужен Xbox, если у тебя есть ПК, сложно. По сути, обладатели Xbox сейчас сидят в томительном ожидании стратегических решений и ключевых заявлений от Microsoft. И совершенно непонятно, понравятся ли игрокам эти решения. Мне кажется, что у нового Xbox будет спокойное и счастливое будущее, а узнать так ли это сможем где-то через годик-другой, как обычно. Ну а теперь нам осталось только посмотреть, кто находится в другом углу ринга и столкнуть консоли лбами. Так что жду вас видео о PlayStation 5. А чтобы не пропустить видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, делайте репосты, чтобы все ваши друзья увидели. И не забывайте заходить в группу ВК и в Дискорд канал, там вас всех ждут. А у меня на этом все. Пис вам, люди. Пока.